С тех пор, когда Бресту был присвоен почетный статус, культурная столица Содружества прошло не так много времени, а культурные связи между разными странами крепчают. С Казахстаном, к примеру, культурная дружба границ не имеет. Сегодня в фонд Центральной городской библиотеки имени Пушкина поступило 15 новых изданий о войне, о маленьких людях большой победы, традициях, национальных обычаях Казахстана и не только. Часть таких книг, которые посвящены казахстанским защитникам Брестской крепости, ну и потом белорусско-казахстанским техническим, культурным, экономическим связям. Так что в этом плане мы хотели, например, преподнести такого рода книги. Наши культурные связи не имеют границ, тем более, что вот сейчас, в этом году, я думаю, что в Бресте будет еще гораздо больше различных мероприятий, посвященных именно культурным связям, потому что Брест стал именно культурной столицей СНГ. Это действительно уникальные материалы, уникальные они именно с такой общечеловеческой точки зрения. У нас была одна большая война на всех и такая же одна большая победа. Сейчас война становится для нас более персонифицированной, что ли. Мы стараемся говорить больше о людях, о маленьких людях, которые сделали эту большую победу. И эти книги, которые подали нам консульством Казахстана, как раз именно об этом. Например, вот эта книга «Брестская крепость Казахстана». Это о тех воинах, которые защищали Брестскую крепость. Консул Казахстана в Бресте Эльдар Кунаев говорит, что новые литературные издания – это скромный подарок брещанам в канун Дня Победы. Представители Брестской мэрии считают, что такие книги обязательно найдут своего читателя. Достаточно хорошие литературные произведения посвящены именно Казахстану, что позволит жителям города Бреста, нашим ребятам, студентам, ученикам еще больше изучить культуру Казахстана, изучить историю, традиции. И таким образом мы, конечно, еще больше будем знать о своих братьях из Казахстана. Вскоре экземпляры книг разойдутся по городской библиотечной сети. В свою очередь, в консульстве Казахстана говорят, что с их стороны это далеко не последний подарок Бресту. Виктория Нечаева, Юлия Селюк, Павел Малошонок, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания Буктовая.